А мы едем по средней полосе, по второй, но можем занять даже левую. Почему? Потому что едем по дороге с односторонним движением. Соответственно, мы уходим налево, смотрим распределение по полосам. Видели знак? Только с правой полосы можно направо, а с левой и средней налево. И тут снова дорога с односторонним движением. Но я лично все равно даже на них ездить предпочитаю справа, потому что слева обгоняют по правилам. А если вы едете слева, то обогнать вас невозможно. И если сзади кто-то едет быстрее вас, то, соответственно, он не может вас обогнать. Он будет нервничать, переживать вам сигналить и так далее. Едем на красный свет. Да, ну вот смотрите, такая ситуация. Вроде светофор красный, но мигает правая секция светофора, зеленая стрелка. И мы проехали как бы на красный свет. Но на зеленый, на самом деле, для нас. Все машины стоят, наш ряд на правый. Это вот в России так реализовали идею того, что можно направо сворачивать на красный свет. Хотели это вообще разрешить, обсуждали. Не стали это разрешать. Вместо этого сделали вот эти стрелки. Вот впереди опять такая же ситуация. Смотрите, вот я вам даже приблизил. Вот красный светофор, но на право зеленая стрелка. Можно проезжать. Но, кстати, сейчас уточню водителя. Если я не ошибаюсь, то такая конфигурация светофора не дает вам просто так ехать направо. Вот именно в такой конфигурации вы должны сначала уступить всем и только потом поехать направо. Это особый вариант светофора. Он накладывает дополнительные ограничения. Он не дает просто возможность направо ехать без ограничений. Нет, надо почитать, мне кажется, это не так. Ну, хорошо, то есть, ну, вы это учтите. В любом случае, когда вы задумываетесь, какой ответ на вопрос уступить или нет, всегда да. Потому что есть правило 3D, дай дорогу дураку. Здесь в данной ситуации важно при повороте направо занимать крайнюю правую полосу. Потому что также зеленый свет есть у встречного движения. Они должны уходить на левую полосу. Да, если это не ограничено вот этими синенькими знаками. Итак, смотрите. Во второй части вашего видео, нашего видео, я до вас хочу донести мысль, что хотя в автошколе вы учите сотни знаков и куча всего держите в голове, в реальном вождении, все, что вы делаете, это крутите кругляшок руками и нажимаете две кнопочки ногами. И знаков, которые вам объективно нужны для постоянной езды, единицы. Вот, например, смотрите, знак грузовикам нельзя вправо, влево. Чук, это какая разница, значение для вас не имеет. Вы едете и все. Дальше, пешеходный переход и главная дорога. Не играет роль, потому что у вас зеленый свет. Вы просто едете и смотрите распределение по полосам и светофор. И больше ничего не нужно. Здесь нельзя поворачивать налево. Да, ну и вот какие-то такие знаки уже, которые потребуются. Обязательно нужно знать, потому что если вы его нарушите и свернете налево, вас тут лишат вправ, в принципе. То есть какие-то небольшие еще надо знать. Но в целом это светофор, педали газа и тормоза и руль. А мы едем сейчас по уже окраинному району города. Он называется у нас Ботаника. Соответственно, сейчас я вам покажу, в чем тут была ситуация. Машины налево сворачивают во двор и заняли всю полосу. А мы в этот момент ехали по круговой дороге. И как только мы выезжаем, мы вдруг видим перед собой затор прямо в нашей полосе. Что в этом случае надо делать? Опытный водитель проверяет правое зеркальце и перестраивается вправо. А водитель новичок что в этом случае делает? Тормозит и встает и ждет, пока не освободится дорога. Ну или пока, или тормозит, встает и смотрит, можно ли перестроиться направо. Потому что я бы вам не рекомендовал перестраиваться направо на поворотах. Потому что именно на поворотах вас ждет слепая зона. Самое опасное место, где к вам может подкрасться внезапно автомобиль и спровоцировать ДТП. Это сзади сбоку. У автомобиля самое сложное место, это не сзади и не сбоку, а именно сзади сбоку. И когда вы обгоняете кого-то на повороте, в этот момент настигающая сзади вас машина может не попасть в ваше зеркальце заднего вида. И вы просто перестроитесь и вдруг почувствуете, что кого-то задели. Вполне реально такое может быть. Но лично я на поворотах не обгоняю никогда. Потому что я знаю, что у меня начинает вот этот задний обзор зеркальца, вот этот, машины начинают уходить из вида. То есть вот смотрите, вот зеркало, вот у него расстояние. Вот все, что правее, зеркало не попадает. И если вас машина будет обгонять сзади, то вот сейчас нас обгоняет автомобиль, его видно хорошо. Вот он нас обогнал, его было видно хорошо. Но если бы он обгонял вот не сзади, а сзади сбоку, то он бы просто не был виден. А он мог обгонять и к нам подстроиться. И он бы для нас стал просто внезапностью. Это, по сути, самый тонкий момент, в моем личном понимании, самая частая причина ДТП, ну вот из таких очевидных. Когда вы не смотрите назад вбок. Как у меня это реализуется? Когда, например, я вижу, что едет автобус или грузовик. Они едут медленно обычно, их можно обогнать. Если я вижу, что это поворот дороги, и я понимаю, что я сейчас начну его обгонять, есть маленькая вероятность, что он меня не видит. А значит, может начать перестраиваться прямо в меня. Поэтому я что буду делать? Я не буду обгонять, я дождусь прямой полосы и обгоню там. Вот такая была вторая часть. Третья часть будет очень интересная, она будет нестандартная. Там наш водитель сегодняшний будет рассказывать свои мысли по мере вождения. Это будет необычно. Советую очень посмотреть. Часть 3 для новичков. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...